Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами второй прогноз карты дня на 4 июля 2024 года. Давайте с вами посмотрим, какой это будет для нас день, что он нам принесет. Итак, 4 июля 2024 года. День достаточно активный, такой хороший для заключения каких-то договоренностей, для заключения каких-то сделок, для продвижения в том или ином направлении, получения каких-то конкретных результатов, возможно. Ну и я думаю, что здесь будет общение с человеком влиятельным, человеком, который может, знаете, поспособствовать, посодействовать в чем-то. Что в позитиве? Перемена, трансформация. То есть так, как было раньше, уже не будет, и это, скажем так, хорошо. То есть это какие-то изменения, которые для человека будут во благо. Переоценка чего-то, да, то есть какая-то информация, важная какая-то информация. Может быть, вы чего-то не знали, тут узнаете, но это будет во благо. Так, что в негативе? В негативе может быть упрямство, в негативе может быть проволочка в каких-то документах. Так, ну и... Знаете, как-то... Ну, я думаю, что здесь что-то с документами может быть связано, и повышенная какая-то тревожность может быть в негативе. На что следует обратить внимание? На распределение финансов, на финансовые какие-то вопросы, доходы, траты. То есть тут нужно как бы дать какой-то отчет, распоряжение финансовое... Ну, тому, как вы распоряжаетесь деньгами, вот скажем так. Что в личных отношениях? Толшенслов. В делах, хлопоты какие-то, новые начинания, прилив сил, желание действовать. Вы загоритесь чем-то, да? То есть это будет для вас хорошо. Что в работе? В работе поездки, дороги какие-то, активность. Так, ну дороги будут тут открыты, в то же самое время прорыв в каких-то делах, будет быстрое развитие чего-то. Какой-то день для поиска работы. Хороший, ищите. Так, ну и смотрим, какой-то день для дел, скажем так. Ну, здесь повешены, да? То есть как промедление может быть какое-то. Промедление или для того, чтобы решить какие-то ваши дела, там хлопоты. То есть нужно как-то подсобрать информацию или что-то нужно подождать. То есть пока что тут активности нет в этом смысле. Если запланирована встреча, как она пройдет? Встреча пройдет хорошо. Тут будут достигнуты какие-то договоренности, любовь, благополучие, понимание друг другом, содействие. Может быть, вы будете видеться с людьми, которых вы уже знаете. То есть это люди из вашего прошлого, но через этих людей вы можете получить свой интерес. Так, в то же самое время здесь, может быть, вы будете заниматься вопросами, которые раньше как-то откладывали, допустим, не решались, к примеру, там что-то сделать. И тут вы уже как бы приходите к тому, что вот пришло время, пора. То есть настало время каких-то перемен. И в принципе для этого вы встречаетесь и решаете эти все вопросы. Но тут нужно будет что-то подождать. То есть тут, знаете, как-то потребуется какое-то время. Так, какой день для покупок? Хороший, если что, покупайте. Можно ли давать деньги в долг? Да, можно ли брать в долг? Да, можно ли брать кредит? Нет. Общий совет карт двойка кубков. Прислушайтесь друг к другу, действуйте сообща, действуйте как-то вместе. Партнерство, заключайте партнерство, встречайтесь, общайтесь. И я думаю, что вы получите то, что вы хотите. Так, смотрим послание ангелов. Тревожиться не о чем. Вы в безопасности. Божественное провидение и вселенский порядок полностью контролируют положение. Привносите в эту ситуацию только добрые мысли и чувства, чтобы обеспечить наилучший выход из нее. То есть настраивайтесь на позитив. Смотрим с вами дальше. Овны, карта дня для вас. Овны. Для овнов тут башня, трансформация какая-то, перемена. Но перемена будет в лучшую сторону, потому что здесь эта карта выпадала в позитиве. То есть тут в казенном доме могут быть какие-то перемены. В каких-то делах может быть прорыв, да, то есть какая-то информация. Вам откроется что-то, разрешится. Если был какой-то застой, то есть вот дела начнут быстро развиваться. Решительность, да, вы будете проявлять решительность в этот день. Интерес вы получите через мужчину. Тут, может быть, будет еще решение финансовых у вас вопросов. Может быть, что-то будет связано с банками, с какими-то вложениями, допустим, с счетами. Так, но здесь какие-то партнерские отношения. Мы видим двух мужчин. И вот, скорее всего, что вы будете либо о чем-то договариваться, либо здесь может быть какая-то сделка, может быть, новое сотрудничество, может быть, вы будете устраиваться на работу, допустим. То есть тут какие-то у вас будут продвижения. Да, ставьте перед собой новые цели и достигайте их. Но, кстати, в этот день будьте аккуратны со звуковыми сигналами и с электроприборами. Тельцы, карта дня для вас. Так, ну для тельцов. Знаете, здесь какая-то будет тяжесть, что-то тяжелое. Вы устали от чего-то, очень много на себя взвалили. Хочется это все сбросить и отдохнуть. Поменять обстановку может быть. Но я вам скажу так, что в принципе вы уже просто пришли к чему-то, когда ситуация уже должна разрешиться. То есть вы проделали долгий какой-то путь, много уже, скажем так, многого достигли. И вы уже близки к какой-то развязке. Да, еще чуть-чуть. И в принципе вы получите желаемый результат. Поэтому не сдавайтесь, не падайте духом, настраивайтесь на позитив. Сила ваша в мудрости. Так, расслабьтесь, расслабьтесь. Больше гуляйте, дышите свежим воздухом. Доверьтесь вашим силам. Эта ситуация разрешится. Вам кажется, что все, вот знаете, ну не все вы можете сделать, не на все можете повлиять, что есть какие-то, скажем так, дела, на которые вы как-то действительно повлиять не можете. Вы не можете ускорить или как-то задать какое-то движение определенное, да, направление. То есть вам приходится с чем-то мириться, что-то принимать. Но по сути эта ситуация для вас является кармической. И пришло время для того, чтобы, знаете, здесь идет вмешательство каких-то сил, которое, знаете, как-то вас выведет, протолкнет что-то, знаете, как-то освободит, знаете, сметет какие-то преграды на вашем пути. То есть вам помогут. В каком-то вопросе вам помогут. Близнецы, карта дня для вас. Близнецы. Для близнецов день, в принципе, знаете, такой неплохой, но тут как вы будете недовольны, что-то будет связано с деньгами, вы будете чем-то недовольны, как будто, может быть, у вас были какие-то другие ожидания, может быть, вы что-то себе другое планировали. И тут не совсем тот результат, который вы хотели. Так. В то же самое время, знаете, у вас, может быть, есть что-то такое, чем вы не можете воспользоваться или не пользуетесь этим, что тоже как бы не придает вам каких-то сил. То есть у вас есть что-то, но вы этим не пользуетесь почему-то. И, соответственно, как-то нет развития. Такое впечатление, что что-то лежит без дела. Вам нужно поменять отношение к этому, нужно поменять свой подход к чему-то. Так. Сила ваша будет в каком-то мужчине. То есть тут нужно как бы содействовать, тут нужно какое-то партнерство, нужны договоренности, нужно запустить какую-то вот эту энергию хорошую. Потому что вы как-то настроены на негатив почему-то. И, знаете, вот необходима переоценка какая-то. Посмотрите, правильно ли вы делаете, что так что-то сильно защищаете или отстаиваете. и от кого вы это защищаете. Тут нужно подумать. Против кого вы дружите, да, вот с кем-то, против кого вы действуете. Или по кому вы противодействуете. Что-то нужно переоценить. Раки, карта дня для вас. Для рака в день хороший. Тут будет встреча с какой-то женщиной, общение. Тут какие-то важные встречи, продвижение в делах. Тут будет общение с влиятельной какой-то дамой. Решение вопросов, касающихся казенного дома, касающихся детей, может быть, касающихся каких-то отношений. Дорога. Тут может быть перемена и продвижение в этих делах. Но я думаю, что если вы зададитесь целью, вы получите желаемый результат. То есть вы как что-то, о чем-то договоритесь. И в этом будет ваша сила. Пришло время, знаете, зажечь. Пришло время как-то заявить о себе. Пришло время действовать. Пришло время заключать какой-то союз, партнерство. Далее. Львы, карта дня для вас. Итак, для львов тоже здесь будет, смотрите, какое-то взаимовыгодное партнерство, общение с влиятельной женщиной. Тут может быть какая-то встреча, деловая встреча. Может быть, вы будете решать вопросы, касающиеся документов. Может быть, здесь будет как разрешение какое-то. Ну, это что-то будет связано с вами и с вашим партнером или партнершей. Человек будет... Тут какой-то человек будет как наблюдать за вами, да, будет давать какую-то определенную оценку. Но давайте же посмотрим, что здесь будет. Может быть, это как консультант какой-то. Да, тут как общество. Люди, видите, какая-то встреча совместная. И вот вы будете пытаться договориться. как с представителем власти, закона. Что-то может касаться дома, вашей семьи. Но я думаю, что вы получите желаемый результат. Да, я думаю, что получите, потому что здесь, знаете, когда обстоятельства будут так складываться, что вы с этим человеком встречаетесь в нужное время, в нужном месте. так должно быть. Так должно быть. То есть вы как на правильном пути каком-то. Девы, карта дня для вас. Девы, здесь, знаете, возможно, какое-то разочарование, но в то же самое время проработка какой-то ситуации. Вы найдете выход из сложившейся ситуации. Вы поймете, что вы сделали в итоге правильный какой-то выбор, заключение союза. То есть здесь вы поймете, как вам необходимо действовать. Какой-то негативный опыт у вас за спиной. То есть вы прошли какой-то негативный опыт. Но в итоге тут вы приходите к какому-то правильному решению. То есть тут общение, консультации, встречи, времяпрепровождение. Тут будет какой-то у вас нормальный результат. Нехорошо было вот как-то до этого. Сила ваша будет в некой женщине. Ну и действуйте с любовью. Настраивайтесь на позитив. Весы, карта для вас. Весы. Для весов день хороший. Смотрите, здесь решение каких-то финансовых вопросов. Тут может быть как дорога какая-то. Общение. Будете хлопотать насчет чего-то. Общение с молодыми людьми. Партнерство. Выгодный какой-то союз. Хорошие какие-то новости. Сила ваша будет в той информации, которой вы владеете. Что-то вам откроется. Посмотрите на какую-то ситуацию с другой стороны. Но здесь солнышко. Прольется свет на что-то. Я думаю, что какое-то ваше желание исполнится. Скорпионы. Карта дня для вас. Для скорпиона важную роль будет играть некая женщина. Это может быть ваша жена, мама, допустим, там, сестра, к примеру. Или это ваш деловой партнер. Но это женщина, которая вам близка, которую вы хорошо знаете. Решение каких-то вопросов, касающихся, может быть, документов. Тут как статус какое-то, положение дел. Провозглашение какой-то важной информации. И, может быть, здесь будут перемены в жизни этой дамы. И давайте посмотрим, да, как что-то стабилизируется. Что-то придет в норму. То есть, если до этого были какие-то неприятности, невзгоды, что-то улучшится. Сила ваша в семье и в близких людях. Так, ну и знаете, особо не распространяйтесь. Вот, особо не рассказывайте о своих переживаниях, тревогах. Меньше знают, крепче спят. Вот как-то так. Так, сейчас, секунду. Стрельцы, карта дня для вас. Стрельцы. Для стрельцов хороший день. Оформление каких-то документов. Получение, допустим, справок, открытие визы какой-то. Выписка какая-то может быть. Так, что здесь. Знаете, как разрешение какое-то. Вы получите на что-то официальное разрешение. Какой-то официальный документ. Так, правосудие тут. Притом здесь что-то такое, к чему как не придерешься. То есть, тут все будет так, как надо. Без каких-либо ошибок. То есть, тут вы попали либо к хорошему, или попадете к хорошему специалисту. То есть, кому-то доверьтесь. В решении каких-то дел. Так, хорошая мысль. Правильное решение у вас. У вас будет документ. Что-то будет связано с документами, с договоренностями. Но здесь будет все как-то, знаете, по-честному. Так, как надо. Перемена, трансформация вас ожидает. Вот эта трансформация была во благо. То есть, вот эти документы позволяют вам улучшить ваше положение, ваше обстоятельство. Сила ваша в каких-то тайных связях, в тайных договоренностях. Вот так, в тайных встречах. Козерожки, дорогие, карты дня для нас. Так, ну для козерожек, смотрите. Счастье, исполнение желаний. Помощь и поддержка высших сил. Знаете, здесь как будет какое-то собрание, да, встреча людей. Но вот эта встреча будет проходить как будто под покровительством высших сил. Как будто высшие силы вас ведут. То есть, вот вы окажетесь в нужное время, в нужном месте. Встретитесь с теми людьми, с которыми вы должны встретиться. Так, что здесь обсуждение чего-то. Ну, я думаю, что на что-то прольется свет. Прислушайтесь к тому, что вам говорят. Обращайте внимание на знаки. Так, ну вы сможете преодолеть какие-то переживания, какие-то, знаете, может быть, в делах будут какие-то проволочки. Но эти проволочки будут для вас незначительные на самом деле. Вы это все сможете пройти. Хороший, кстати, день для посещения мест силы. Сила ваша в партнерстве, в договоренностях. Работайте, работайте, занимайтесь вашими делами. Всему свое время все получится. Водолеи, карта дня для вас. Для водолеев тут может быть какая-то конкуренция, решение какого-то вопроса, хорошая идея. Может быть, вы с кем-то спорили. Может быть, вы кому-то что-то доказывали, за что-то боролись. Но тут вас, скажем так, как будто осенит. И вы поймете, что вы не в том направлении двигались. И вам вообще это не надо. Вам нужно что-то другое. То, чего нет у других. Но вы знаете, как это достичь, как этого добиться. И вот в этом будет ваша именно заслуга. То есть вы найдете, знаете, какое-то свое предназначение. Какое-то свое личное дело. Где не будет вам равных. Вам поможет наблюдательность. Прислушайтесь к вашей интуиции. Она вас не подведет. В этом, кстати, вот в вашей интуиции как раз заключается сила. Правильно оцените свои способности и таланты. Рыбки. Карта дня для вас. Для рыбок тут какой-то плодотворный союз. Объединение, решение каких-то вопросов, дел, любовь, благополучие, деньги, заказы. Ну, здесь стремительное развитие каких-то дел, дорога, продвижение вперед, рост. Сила ваша в каком-то союзе, в таком хорошем союзе, скажем так. Доверьтесь высшим силам. Они вам помогут. Такой получился у нас с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Мне всегда приятно. Всего доброго.